Все, что мы делаем, мы делаем в первую очередь для людей. Конечная цель нашей работы – это улучшение жизни и благосостояние славянцев, не раз подчеркивал в своих выступлениях Роман Синеговский. А потому все вопросы, с которыми жители обращаются к районной власти, должны рассматриваться незамедлительно и максимально эффективно. Пример того, как это делается, глава района показал лично, встретившись с педагогами и родителями участников 5-й школы. Встреча с педагогическим и родительским активом 5-й школы прошла в форме открытого диалога. В начале своего выступления Роман Синеговский доложил о состоянии дел в районе, о том, что уже сделано, и планах на текущий год. Несмотря на то, что 2020 год из-за пандемии коронавируса был сложным, все показатели социально-экономического развития удалось выполнить. Муниципалитет в полном объеме реализовал 10 краевых программ и главные показатели четырех национальных проектов – образование, здравоохранение, демография, жилье и городская среда. Были построены 11 совершенно новых социально значимых объектов. Проведен текущий капитальный ремонт порядка 50 социальных учреждений, отремонтировано 130 километров дорог и тротуаров. Планы на этот год не менее масштабные. Уже начат ремонт хирургического и травматологического отделений, приступили к строительству центра геноборств на городском стадионе. Обсуждается проект реконструкции набережной, ремонта дороги на Кучегуры и строительство нового детского сада. Уже нам подписали 100 миллионов рублей в этом году на строительство нового садика на 320 метров. Этот сад будет строиться со стороны казачьей, прямо возле школы. Здесь мы оставили место, деньги уже подтвердили, торги проведены. Вот на 100 миллионов, общая стоимость 360 миллионов рублей. Мы обязаны в этом году эти 100 миллионов, эту третью часть выполнить и начать строительство этого объекта. Помимо строительства крупных объектов, есть вопросы, которые необходимо решать в ежедневном режиме. И, как правило, именно они являются наиболее проблемными и волнуют жителей в первую очередь. Основные вопросы, которые задают, это дороги, это тротуары, это уличное освещение. Мы очень плотно поработали, нас очень сильно топило. Ну, город, вы знаете, он находится в плавневой зоне, и постоянно, как дождь пойдет, то там топит, то там топит. Сейчас, честно вам скажу, какие-то точечные вопросы остались, потому что очень много сделали гидромиллиоративных работ, построили, значит, ливневых канализаций, восстановили насосные станции, которые в городе есть. И эту работу, я тоже считаю, очень неплохо мы поработали. Сделано много, но проблемных вопросов также остается еще много. И здесь важно работать в тесном сотрудничестве с населением, слушать и обсуждать поступающие от жителей предложения. Только так можно увидеть реальное состояние дел, наметить пути решения острых вопросов, уверен Роман Синеговский. Вообще задача была больше вас послушать, поговорить, может быть, что-то подскажете на что-то, значит, заострите наше внимание, где-то прокритикуете. То есть я считаю, что это тоже нормально, потому что по-другому не бывает. Не бывает все хорошо, бывает и не очень хорошо. Поэтому, если какие-то вопросы есть или предложения, с удовольствием мы вас послушаем, запишем, постараемся помочь. Предложений и вопросов поступило много, и касались они самых разных тем. Жители высказали пожелание возобновить зимой работу ледового катка, а также установить большое колесо обозрения в парке тракционов. Глава района пояснил, что это дорогостоящие объекты, и если найдется инвестор, который захочет заняться этими вопросами, администрация посодействует в реализации его планов. Также поступили вопросы о работе маршруток, санитарного состояния остановок, освещении улиц, поддержке больно-спортивной школы и возможности организации кружков по интересам для людей старшего возраста. Все озвученные проблемы взяты на контроль для дальнейшего решения. В ходе встречи родители затронули и острый вопрос детского суицида и буллинга в школе. Заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Китаренко, присутствовавший на встрече, рассказал, какая работа проводится в данном направлении. Мы ежегодно проводим систему эффективного мониторинга на потенциальную угрозу. То есть мы, психологи, проводят работу в школах, подключаются опекой все. Мы выявляем детей, которые мотивированы к этому. И с этими детьми тихо, аккуратно, спокойно, в рамках различных занятий, мероприятий мы начинаем работать. По буллингу ситуация чуть сложнее. Буллинг – это насилие в школе. Это, конечно, более серьезно, это связано с микрогруппой в школе. Тут, конечно, работа, наверное, в большей степени классного руководителя и органов системы, которые находятся в школе. Встреча с главой района прошла максимально открыто и откровенно. Все озвученные проблемы взяты на контроль. Чем больше информации, тем больше возможностей что-то изменить, считает Роман Синеговский. Проблема будет решена только тогда, когда о ней знаешь. А значит, можешь наметить дальнейший план работы, определить первостепенные задачи по ее решению. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». До свидания!